Давайте начнём. Вот теперь можно. Я рад вас здесь видеть. Для меня это немножко необычное пространство. Но я постараюсь к нему привыкнуть, так телом его почувствовать. Как-то оно очень негармонично по мне. Как вам, Дмитрий? Я тоже за тазаном понравился. Не понравился, да? Уже всё равно не нравится. Да, неудобно. И как-то не получается целостности. Какого-то вы тело разодрали на части. Вы как телом ощущаете это пространство? Вот в теле оно как отзывается? Хорошо бывает. Не очень хорошо. Да, потому что целостности какой-то нет. Ну вот, придвигайтесь ближе. Прямо вот ставьте рядом свой стульчик, садитесь и пообщаемся. Я вообще сюда пришёл, мне лекцию читают, я хочу с вами пообщаться. Я столько лекций в жизни дал, я уже, не знаю, счёт их потерял. И я понял, что когда я пытаюсь очень много всего умного рассказать, как правило, люди очень мало чего выносят из этого. Да, с удовольствием. Я просто вот жду, когда вот эта расстановка закончится. Ну что, я жмалю. Я вот не знаю, что Дмитрий скажет по поводу. Да. Но очень хорошо, пространство теперь более живое. Мы его сами делаем. Вы знаете, я думаю, что надо вот оставить камеры в покой. А вот тут, если вы рядом сядете, я как раз здесь буду что-то рисовать, чертить, мы будем совсем вместе. И так, меня зовут Денис. Здесь я буду давать тему тантра-джотиш, сущность и практика. Но что такое тантра, что такое джотиш, возможно, не очень понятно. Пока скажу, чтобы было более-менее понятно, чем я занимаюсь. На протяжении уже многих лет, наверное, лет 12, как я живу в Минске, я веду практику психотерапевтическую. То есть я психолог. С некоторых пор, как познакомился с тантра-джотиш, с тантра-джотиш меня познакомил Олег Бокачев, я практикую этот подход и практикую его очень широко. И с тех пор, как я начал практиковать тантра-джотиш, меня стало очень трудно определить. То есть помимо того, что я психолог, веду группы, в своё время основал Институт интегративной психодрамы в Минске, который сейчас ведёт моя ученица, я стал вести, ну, наверное, тренинги обо всём. Почему? Потому что тантра-джотиш — это такое знание, которое универсальное, оно позволяет разобраться в любом вопросе. И мне кажется, будет полезно, если вы с какими-то основами тантра-джотиш познакомитесь, это поможет вам в ваших делах, в том, чем вы и так и без меня занимаетесь. Если занимаетесь успешно, будете ещё успешнее заниматься. А дело может быть любое. Это может быть здоровье ваше, это может быть бизнес, это может быть семья. Собственно говоря, абсолютно всё. Это выглядит фантастично, потому что мы привыкли к узким специалистам. Но есть знания, которые универсальны. Это знания о системах. Весь мир представляет собой системы. Системы, подсистемы, надсистемы. И законы системы одни и те же. И вот именно такая универсальность позволила мне вести тренинги по бизнесу. Результатом, чего стала моя книга «Закон. Солнце. Основы управления». Некоторые из вас присутствующие читали эту книгу. В более художественном варианте основы этого знания изложены вот в этой книге «Возвращение. Я». Сейчас я работаю над книгой об образном мышлении и системном мышлении. Это две отдельные книги. Надеюсь, что через энное количество лет, наконец, многотонник свой сделаю по трансцендентной психологии. Но вот в чём прелесть этого знания? Если вы это знаете, вы уже знаете всё. Поэтому я давал тренинги по дизайну, по стилю, по семейным отношениям. Мог консультировать хоккейную команду. Понимаете, это очень здорово. Когда вы знаете законы, по которым живёт абсолютно всё. Я некоторые из этих вещей расскажу вам сегодня. Итак, тантра джотиш. У вас есть представление о том, что такое тантра? Я не представляю, что такое джотиш. Отлично. Давайте пока про тантру. Потому что оно первое идёт слово. Тантра джотиш. Кто-то что-то знает про тантру? Нет? Никто не знает про тантру. Есть тантрический секс. Есть тантрический секс. Вот. Все благодаря Гоше знают, что такое тантрический секс. Ну давайте я попробую в двух словах рассказать, что такое тантра. Это вообще невозможно рассказать в принципе, ни в двух словах, ни в 20 тысячах слов. А я вот попробую обозначить что-то. Тантра — это такой подход к миру. Можно сказать методологию, если в научном смысле, то есть научной терминологией пользоваться. Методология познания мира. Тантра чрезвычайно разнообразна. Тантра не ограничивается ни религией, ни расой, ни кастой, в отличие от йоги изначальной. Вы можете быть кем угодно. Важно честное стремление понять, как устроен этот мир. И в силу того, что тантра, она очень разнообразна, то то, что объединяет всех тантриков на свете, можно свести всего к трем понятиям. Первое понятие, что всё целостно. Ну все так говорят, мы привыкли, да, в Европе это называют холистический подход. Но если чуть-чуть расшифровать, это означает, что ничего, ни от чего нельзя отделять. Всё зачем-то, всё вместе. Это очень сильно противоречит нашему привычному взгляду на мир, где у нас есть плохое и хорошее. Где мы всегда расщепляем мир на части. И что-то мы отрицаем, а что-то превозносим. Это суть нашего воспитания, это суть нашей культуры. Так ведь? А тантра говорит, а в этом мире всё божественно. В тантре нет дьявола. Понимаете? Нет дьявола. Потому что если спросить, а кто создал дьявола, естественно, ответ — Бог. А дьявол — отец зла. Так кто же тогда создал зло? Ну, то есть это очевидные детские вещи, наверное, вы ими задавались в детстве. Обычно в детстве задают такие вопросы, потом взрослеют, глупеют и перестают задавать такие вопросы. Вот простые, очевидные вопросы. Вот тантра говорит, что все в мире гармоничны, это система целостная. Из нее ничего не надо выкидывать, ничего не надо выбрасывать. Всё для чего-то. Всему надо найти место. Если это яд, отлично, это прекрасно, этот яд можно использовать в лечебных целях. Если это агрессия, прекрасно, давайте использовать агрессию в целях защиты человечества или ещё чего-то. Нет того, что вот это плохо, это хорошо, это мы выкидываем, это мы оставляем. А мы так воспитаны. Мы всё время что-то выкидываем. А когда мы что-то выкидываем, мы выкидываем часть себя. Потому что весь этот мир живёт в нашем сознании. И когда мы что-то отрицаем, мы отрицаем часть своего сознания. А мы и есть сознание. В результате получается, что вот я хороший. То есть вот в моём сознании есть образ меня, вот такой островочек. Это я, я хороший. А если что-то не так, все остальные виноваты. Всё плохо. И по сути 90% моего сознания негативно. В этом негативном океане плавает островок моего бесподобного «я», незаслуженно обиженного, забытого, непризнанного, неоцененного и так далее. Но это всё внутри меня. Если 90% того, что внутри меня негативно, как вы думаете, что будет с моим здоровьем? Я внесу себе на 90% негатив. Вы же, наверное, все знаете, что прежде чем болезнь случится, она должна случиться на предыдущих более высоких уровнях. И ближайший к телесному уровню — это эмоциональный уровень. Если у меня не в порядке с эмоциями, но тело, какое бы оно инертное, крепкое и классное не было, оно же не выдержит. Вот ко мне приходят клиентки, 20 лет уже изношенное тело, уже болеет. Почему? Потому что всё время в негативе. Поэтому, смотрите, это целостная вещь. И мы, как система, вот каждый из нас, каждый нас, это мы — совершенная система. И когда мы что-то отрицаем, мы отрицаем всегда себя. Возникает вопрос, а как же всё принять? Есть же такие ужасные и страшные вещи. Согласны? Для того, чтобы мы могли принять ужасные и страшные вещи, надо понять место этих ужасных и страшных вещей в мире. Я же не говорю всё любить. Я говорю принимать. Принимать и любить — это не одно и то же. Что значит принять? У кого какие версии? Значит, понять, что это так и должно быть. Точно. То есть я не собираюсь это менять или что-то в связи с этим менять не собираюсь. Я нахожу этому место и говорю, это здесь, вот эта сумочка на этой полочке, этот сувенирчик там-то, всё. Я это принял. А когда я хочу менять весь мир, это означает, я его не принимаю таким, какой он есть. Мне почему-то кажется, что я лучше знаю, какой должен быть мир. Наверное, я лучше знаю, чем Господь, что такое совершенство. Поэтому тантра говорит, люди, успокойтесь, мир уже прекрасен. Каждый живёт на уровне своего совершенства. Другое дело, это совершенство можно развивать. Но есть особые, правильные стратегии развития себя и мира. И они немножко отличаются от привычных. Какая у нас стратегия развития? У нас есть некий идеализированный образ себя, тот, кем мы должны стать. Мы себя всё время с этим идеализированным образом сравним и говорим не то. И всё время с собой недовольны. Так? А когда вы недовольны, счастья нет. Получается, что в центре вашего мира, в центре картины мира кто стоит? Вы сами, ваш идеальный образ. Это культ самого себя. Вот в чём заключена европейская, ну и американская гуманистическая идея самоактуализации или саморазвития. Тантра не об этом. Тантра говорит, какой ты есть, ты уже классный. Но начни, будучи классным, принимать ещё весь этот мир и постигать его. И тут происходит такой фокус. Вообще, тантра, перевод, один из переводов этого слова, уловка. Да. Ну там, ткацкий станок и так далее. Но уловка. В чём состоит эта уловка? Когда ты начинаешь принимать этот мир, твоё маленькое «я» становится всё больше, 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 больше. Ты развиваешься. Вот в чём механизм развития. Не в том, чтобы зациклиться на себе и становиться всё лучше, лучше, лучше и лучше. А в том, чтобы постигать, нет, не себя, принимать мир. Сидит напротив меня человек. Он мне может нравиться, может не нравиться. Но я не делаю вид, что его нет. Как мы обычно делаем? Мы зашли в троллейбус. Нам кто-то не нравится, мы его не замечаем. Это наша привычная реакция. Его в мире нет. Мы его исключаем из реальности. И это наш стандартный механизм. Тантрик скажет, «О, да, я вижу, что этот бомжеватого вида человек дурно пахнет, стоит в троллейбусе, но я не закрываю глаза, я не делаю вид, что его нет. Я просто пытаюсь его понять и найти ему место в этой картине мира в системе троллейбуса». А если он ещё умный тантрик, он спросит, «А почему этот неприятный субъект, а то, что он неприятный, можно признать? Зачем врать? Да, он может быть приятный, может быть неприятный. Почему он появился в моей жизни? Что он иллюстрирует? А про что это для меня?» И тогда ты уже начинаешь воспринимать мир целостно. И тоже на него не злишься, ты понимаешь, что он что-то про тебя. Потому что есть такое правило. Внешний мир — это только иллюстрация внутреннего мира. А вот когда мы это забываем, мы говорим, есть я и не я. И я классный, а не я — это с чем надо воевать. Мы всё время боремся с этим миром, мы его пытаемся покорить, развернуть рейки, всё переделать. Ну, потому что не по-моему. И вроде бы как человек зациклен на себе, а занимается всё время внешним. А в тантре наоборот. Человек занимается окружающим миром, он его постигает, а в результате познаёт себя. Вот уловка такая. Поэтому вот когда мы говорим «мир целостный», чуть-чуть глубже надо пойти. А что значит «целостный»? А значит, там нет добра и зла в привычном нам понятии. Всему есть своё место. Понимаете? А ноги — это прекрасно. Но если мы ноги кладём на голову, или на... Вот если бы я сейчас сел и сюда ноги положил, это было бы неуместно. Всему своё место. Ноги хороши на своём месте, голова на своём месте, не наоборот. В общем, тантр примерно про то, что говорит «мир целостный», и мы его принимаем, ничего не отвергая. Это первое. Второе. Поскольку весь мир существует для меня только в моём сознании, то есть очень субъективно, вы же не можете через кого-то мир воспринимать, вы же через себя только воспринимаете. И если это так, то чтобы о чём-то судить, я должен это прочувствовать. Я могу просто мельком посмотреть, и у меня будет какое-то приблизительное представление о предмете. Я его знаю? Нет. Чтобы узнать, я его должен прочувствовать максимально плотно. То есть если я познаю мир, я его должен пропустить через себя. Поэтому если это яд, я его пробую и узнаю, как он влияет на меня. Если это секс, я постигаю, что такое секс, а не убегаю от него, как это принято в нашей культуре. Причём даже вот я в своё время был в Америке, жил в районе гомосексуалистов. Я вышел, ну, думаешь, ребята отвязанные такие. Кошмар такой. А мне было всего 16 лет тогда. И можно подумать, что вот уж они-то сексуальные ребята, вот уж они-то секс приняли. Нет, ничего подобного. Потому что все мы воспитаны так. Ну, если уж говорить о сексе, можно о чём угодно. О насилии можем поговорить, можем о сексе. Обо всём запретно можем поговорить. Мы всё равно воспитаны так, что секс — это плохо. И тогда человеку нужно определяться, он за секс или против секса. Причём это на внутреннем, бессознательном уровне, на уровне разума. Мы все будем говорить правильные слова. Но в глубине души мы либо за секс, либо против секса. И вот это напряжение внутреннее порождает жуткое противостояние. Если я против секса, то чем больше я против, тем больше у меня к этому интерес. И так возникает культ. Это что тут происходит? Я думал, взлетаю. Хорошо, в общем, пусть сползут, найдут свои... Это мы... Да, это, видимо, цензура такая, да? Сейчас я ещё принесу. Тут детектор стоит, слово «секс», всё, шторки закрываются. Потом вы скажете, вы пришли на лекцию по тантре, и там закрыли шторки, сейчас начнут выключать свет. Ну, давайте, чтобы не мучить вас словом «секс». Есть что-то «за» и есть что-то, против чего мы. И когда мы против чего-то, наш интерес к этому всё время возрастает. Он растёт, растёт, становится собой. Мы так культивируем это. Поэтому все люди с европейским менталитетом зациклены на сексе. Потому что запретный плод сладок. Это такая нездоровая сексуальная культура. И вот в этом напряжении я должен понять, за кого я, за белых или за красных? Я за секс или против секса? Если я за секс, то я начинаю воевать с кем? С тем, кто против секса. Почему все эти меньшинства такие воинственные? Почему они все достают всех своей необыкновенностью? Почему? Потому что это культура противостояния. И ты всё время, на самом деле, должен себя делить на части. Потому что если я с кем-то воюю, вот, допустим, вот сидит Василий, и я с ним хочу поспорить. Я с ним буду спорить только о том, что мне самому важно. Значит, какая-то часть меня будет олицетворяться Василием, а другая часть той позиции, с которой я отождествляюсь. И если я в споре доказываю, что я прав, так я же на самом деле спорю с собой. И вот все эти споры — это всегда конфликт самим собой, где вторую сторону выносят на кого-то. И с ним спорят. Такая у нас культура. Мы всё время воюем, мы всё время в напряжении. У нас всё время внутреннее напряжение. Вот тантра не про это. Она говорит, примите всё и найдите всему место. Итак, чтобы действительно принять и найти всему месту, это надо через себя пропустить, через все свои чувства. И поэтому вот третье положение тантры говорит, чего он не ощущает, того для меня не существует. Это очень полезно. Понимаете? Потому что мы утонули в концепциях, которые невозможно проверить. Концепции строятся на концепции. Мы уходим в такую ложь, которая с точки зрения психиатрии называется шизофрения. Называется кристаллизация бреда. Почти вся наша наука — это кристаллизация бреда. Вот вся классическая наука, практически вся, особенно в гуманитарных областях, это кристаллизация бреда. Потому что она непроверяема, неощущаема, она узко-концептуальна. Опять-таки, тантра принимает всё и концепции тоже. Она не против концепции. Потому что нет чего-то, чтобы мы хотели выразить и не концептуализировать. Всегда будет концепция. Но эта концепция должна быть телесно проверяема. Если вам не нравится, как мало вы ощущаете, расширяйте диапазон своего восприятия. Называется экстрасенсорное восприятие. Тонкое сезание, увеличивайте своё. Но если вы это не можете ощутить, не говорите об этом, не судите. Вот простые принципы. Мне кажется, это вот третий принцип. Вообще очень полезен был бы для каждого из нас в нашей жизни. Вот когда ко мне приходит какой-нибудь человек на консультацию и говорит, вот Денис Русланович, а вас люди так плохо говорят. Я говорю, а я вам что-нибудь плохо сделал? Нет. Тогда зачем вы это говорите? Или вот тот человек, который вам говорил, что я такой ужасный, я ему что-то плохое сделал? Нет. А почему тогда я плохой? Это называется сплетни. Правильно? И вот почти всё наше познание сейчас превращено в сплетни. Потому что, ну это я же сам кандидат технических наук и магистр психологии. Требование, если ты пишешь статью, у тебя должны быть ссылки на первоисточники. Ты не можешь просто мысль выразить. А тот, в свою очередь, ссылался на кого-то. Это такая система сплетен, которая поддерживает муравильник под названием знание. Официальное знание. Поэтому вот тантра говорит, да плевай, кто что сказал. Вот что ты чувствуешь, то для тебя и правда. И это правильно, потому что вам могут рассказать кучу правильных вещей, но они могут быть не про вас. А про вас будет только то, что вы реально чувствуете и реально ощущаете. А чтобы чувствовать и ощущать, надо, чтобы тело было живое. Где все ваши чувства находятся? В голове? Нет, в голове только мысли. Все чувства в теле. Поэтому тантра так много внимания уделяет телу, чтобы оно было живым. А у нас у всех забитые тела. Мы в них складируем свои обиды, боли, неприязни. И если нас распрямить, у нас истерика начнётся. Кто-нибудь ходил к телесно-ориентированным терапевтам? Да? Понимаете? Ну, это всё здорово, но если в голове не изменить установки и вас распрямить, то вам станет очень плохо. Потому что это же защита. Вот всё, что у нас есть, неврозы, психозы, плохая осанка, болезни, это всё защита от чего-то. Наше тело, оно умное, оно хочет жить. Оно выбирает самый безболезненный вариант защиты всех возможных. Вот у меня, когда я был только начинающий психолог, была клиентка с фобией бабочек. Я и снял фобию бабочек. Но она теперь стала бояться выходить во двор. Понимаете? Потому что я не причину снял. А это была самая безопасная фобия. Понимаете? Ну и прекрасно, бабочки не каждый день ей мешают. Поэтому, прежде чем что-то лечить, что-то исправлять, надо помнить о целостности. Надо найти этому месту. И надо это прочувствовать. Вот в двух словах тантра. Знаете, я буду специально много чего не договаривать, чтобы мы потом поговорили, пообщались. чтобы были какие-то логические сбои, несостыковки. Я надеюсь, что я смогу так со сбоями. Так, теперь джотиш. Что такое джотиш? Вообще, если вы забьёте джотиш в интернете, то вам выпадет что? Астрология. Да, ведическая астрология или индийская астрология или лунная астрология. Да? Но джотиш, на самом деле, это наука о свете. Так и переводится. Более того, это наука о распределении и распространении света. С точки зрения джотиш, весь мир, мы с вами, вот этот шарик, вот эти всё, всё, ковёр, это всё формы сплетения света на разных уровнях его уплотнения. То есть, есть изначальный источник свет, который даёт жизнь всему. и вот это распределение света идёт по законам, которые сейчас изучают как науки о системах. А джотиш это уже давным-давно, тысячелетиями назад всё рассказал, объяснил, показал. Поэтому в подлинном смысле слова джотиш это наука о системах. Частный прикладной случай джотиш это астрология, которая получила максимальное развитие и сейчас с джотишей ассоциируется с астрологией. А тантра джотиш говорит, дорогой, вот у тебя есть твоя личная лаборатория, за которую не надо платить аренду. Это твоё тело, это твоя психика, твой организм, и это система. Поэтому не обязательно смотреть на звёзды, чтобы понять, как устроен мир. Посмотри, как устроен ты сам. Это закон подсистемы. Подсистемы повторяют свойства надсистем. То есть точно так же, как по капле води мы можем сделать предположение о существовании океана, точно так же под тем законом, как устроено наше тело, можно судить о мироздании. Так что тантра джотиш не обращается к звёздному небу. То есть не обязательно это. Мы просто смотрим на то, как устроен человек, какие у него черты лица, какие у него пропорции, как он излучает, как он двигается. И это очень интересная наука. Понятно, я вам за одну встречу не расскажу. Я постараюсь дать максимально такие, знаете, теоретические вещи, а практически вы поспрашивайте меня, когда у нас будет вопрос-ответ. Моя задача сейчас вот чуть-чуть вас заинтересовать в этом, и если вы захотите, вы уже дальше, слава богу, сейчас везде всё можно, информация везде, почти всё открыто. Ну, по крайней мере, на начальных стадиях всё открыто, можно почитать, познакомиться. Ну, и в конце концов, вот там вот я написал dc.by, это сайт семейного центра, туда тоже можно зайти и что-то почитать. Вот здесь я раздатки оставил, тоже, кому интересно, возьмёте, посмотрите. здесь анонсируется с курса по мышлению, это не то, да, мышление, образы, системное мышление, а здесь танцы, танцы, это очень важно, потому что планета танцев, студия и свадебный танец. У нас есть замечательная девочка, которая учит танцевать всех, приходят женщины разных возрастов, как правило, не умеющие ни двигаться, ни чувствовать, и через буквально месяц-другой у них тело оживает. И это очень тантрично. Вообще, всё, что я делаю, это воплощение тантра-джотиши. И вот этот танцевальный кружок, это тоже тантра-джотиши. Там индивидуальный подход, там есть специальные упражнения на отработке сил внутри себя, планет внутри себя. Вот Гурджиев когда-то такое хотел сделать. Вот, так что, ну, в общем, не буду я больше на этом остановиться. Захотите, подойдёте, возьмёте, почитайте. Единственное, что мелкое тут напечатали, ребята, всё. Надо через лупу смотреть, по-моему. Ну, я уже не очень хорошо вижу, поэтому мне тяжелучит. Но контакты и телефоны видно хорошо. Итак, в тантра-джотиш главное для меня джотиш. Джотиш даёт систему, даёт каркас, структуру. А тантра это скорее метод, метод постижения. Моя задача сегодня сделать так, чтобы, уходя отсюда, вы унесли с собой два принципа мышления, основанные на тантра-джотиш, и две медитации, которые помогут вам лучше себя чувствовать и быть здоровее, ну, и счастливее. А если будете реально практиковать, можно просветлиться. Такое тоже может случиться. но будьте осторожны с этим. Почему? Ну, представляете, вы просветлились, а у вас ещё столько планов, и они уже не нужны. Вы подведёте товарищей по мирской жизни. И так, Джотиш говорит, что есть единый источник всего. Не множество источников, а один. И мы называем это Богом. Я сейчас не буду уходить в определение, какой он Бог, что он за Бог, где живёт, и как его зовут. Нет, это Бог как единый источник всего. Это очень важное положение, хотя кажется банальным, но если вы исповедуете принцип относительности, то вы можете сказать, у этого мира может быть много источников. Но если у этого мира много источников, то все события в этом мире не имеют никакого смысла, они хаотичны и не связаны друг с другом. Вот представьте, растёт дерево, у него веточки, маленькие веточки, ещё мельче веточки, листочки, и они все связаны друг с другом и в конечном итоге связаны с чем? Со стволом. Согласны? То есть есть причина-следственная связь. Веточка переходит в более крупную ветку, есть движение, есть система. А если у нас два дерева стоят рядом и их веточки переплетаются, вы пойдёте по одной веточки, придёте к одному стволу, пойдёте по другой веточке, придёте к другому стволу, и тебе скажут, ну у тебя такая правда, а у меня такая правда. Каждый имеет правду, как это? У каждого свой вкус, сказал индус. Каждый имеет право на свою правду. «Ребята, нет, правда всегда одна». А вам говорят, «Нет, нельзя так говорить, потому что это нетерпимость, потому что это нетолерантно, каждый имеет право на своё право». Нет, вы имеете право на что угодно, в зависимости от того, что вы хотите получить. Но если вы хотите жить в хаосе и в безответственности, вы скажите, всё относительно. А если вы хотите жить в осмысленном мире, то есть осмысливать его и вообще понимать, что у мира есть смысл, то вы должны признать, что единственное условие этого, чтобы всё имело единый источник. Это не очень сложно, то, что я сейчас сказал. Хорошо. А это значит, что есть абсолютная истина. Если я вам скажу, что я знаю абсолютную истину, вам же будет неприятно это слышать. Ну как? Как? Абсолютная истина. Ну же, наверное, сумасшедший вам говорит про абсолютную истину. Кто же знает абсолютную истину? Я говорю, я знаю абсолютную истину. И абсолютная истина в своём изначальном зерне звучит так. Абсолютная истина существует. Всё. Вот и вся абсолютная истина. Потому что если мы отвергнем вот этот первый постулат, что абсолютная истина существует, то зачем вообще о чём-то тогда говорить? Каждый живёт в своей нирване, в своём мирке, и что хочет, то и думает. Каждый прав по-своему. Зачем надо что-то искать? Какая истина нам тогда нужна? Какая права? Какие законы нам тогда нужны? Да, у каждого своя реальность. А тандра-джотиш говорит, нет, есть абсолютная и единая. Абсолютный источник, единый источник, единый источник и есть абсолютная истина. И представляет это знание дальше, раскручивая. Вот этот единый источник на санскрите называется Сурья или Солнце, первоисточник. И я вам дам Сурья медитацию. То есть самую главную медитацию. Медитацию на самое главное. Вот смотрите, я система, во мне множество подсистем, ну и я подсистема больше системы, этого мира. Если в этом мире есть единый источник, во мне, наверное, тоже есть что-то, что является этим единым источником меня как системы. И вот эта точка единая, откуда вот всё даёт первотолчок моего существования, это самое главное во мне. И поэтому во всех религиях говорят, что Бог живёт в нашем сердце. Потому что самое главное в человеке — это Бог. То есть в каждом из нас есть Бог. Но я вам скажу, что, ну не знаю, во всём живом, да и мёртвых тоже не существует. Вы знаете, что мёртвых вещей не существует? Ну если мы возьмём кусок металла, там же тоже кристаллическая решётка подёргивается, электроны бегают, там всё равно движение. Если что-то существует, оно живое. Поэтому абсолютно у всего на свете есть Бог. Как у любой подсистемы есть, соответственно, источники. Вот у человека Бог вот здесь, вот в этой точке. Вот на уровне сердца посередине. И поэтому, когда мы хотим сказать, «Я, я так чувствую», мы же руку не прикладываем к другим местам. Тело-то точно знает, где наше «я» находится. Оно вот тут. «Я, я хочу!» Нет, «Я хочу!» Здесь только мозги. Вот ты тут. И мы будем медитировать на вот эту точку. чтобы вы коснулись самого-самого главного в себе, Бога в себе. Это важно. Это первая сила, которая даёт начало всему. Вторая сила называется сила Чандры. Чандра с санскрита переводится как «спутник» или «луна». Вторая сила. И если Сурья — это изначальный источник, Бог, то Чандра — это его сознание. Ну иначе он не узнает, что он есть. Как знать, что мы есть? Мы должны быть сознанием. Вы потеряли сознание, вы не знаете, что вы есть. И вот вторая сила внутри нас — Чандра или сознание. И всё, абсолютно весь наш опыт находится в Чандре. Чандра — это как мать, колыбель, где всё содержится, все силы, все боги, абсолютно всё в этом сознании. И при помощи вот этого сознания Сурья понимает, что он есть. Сурья смотрится в Луну, Луна отражает его свет, и он понимает, что я есть. Окей? Ну точно так же, как и человек без сознания, он не знает, что он есть. Есть у вас такой опыт потери сознания в праздничные дни? Нет? Ну хорошо, дай Бог, чтобы не было. Но вообще это всё время происходит. Мы постоянно теряем своё сознание. Вот ежеминутно мы его теряем. Потому что если бы вы не теряли сознание, вы бы могли вечером вспомнить каждую минуту прожитого дня. А что вы не можете вспомнить? Там вы теряли своё сознание. Итак, вторая сила — это сила Чандры. И вот смотрите, есть изначальный источник, или Высшее Я, или Бог внутри меня. Это одно и то же. Есть моё сознание. И между этим возникает пространство. И третья сила — это пространство на санскрите «гуру». В астрологии Юпитер. И вот я дальше этих трёх сил не пойду, потому что всего их девять сил. И я решаю вам сейчас про все рассказывать. Вот три силы. Я вам хочу дать медитацию на сурью и на гуру. Для чего вам нужна медитация на гуру? Гуру — это сила пространства, в котором нет границ. Потому что границы — это следующая сила. Шани или Сатурн. Попробуйте себе представить жизнь вне границ. Это невозможно представить. Космосу тоже пытаются границы его посчитать. Понимаете? Представить то, что не имеет границ, человеческий ум не может. А границы не только пространственные, ещё и временные. Ведь время же тоже граница. Так вот, гуру — это пространство, где всё существует одномоментно, настоящее, прошлое и будущее. Где все мистические совершенства... Ну что такое мистические совершенства? Это заглянуть куда-то, куда границы не позволяют заглянуть. А так ты вошёл в гуру. Все, кто медитирует, ищут всемогущество и вот эта вот возможность вытащить, я не знаю, из каких-то пространств что-то, что им нужно. Увидеть будущее, прошлое, предугадать события. Все мистические совершенства там. Потому и гуру. Гуру же — это учитель. То есть в этом пространстве есть всё. Оно тебя может научить всему. Я не думаю, что каждый из вас добьётся мистических совершенств только при помощи этой медитации. Но когда вы оказываетесь в пространстве без границ, вы получаете колоссальное расслабление. Потому что любое напряжение — это следствие наличия границ. И вот я хочу вас научить пребывать в состоянии, когда нет границ и когда вы можете абсолютно расслабиться. А в этот момент идёт мгновенное восстановление организма. Потому что всё, что мешает организму жить хорошо, это напряжение, которое создано границами. И главные границы — это границы наших мысленных установок. Так нельзя, так плохо, я опоздаю, а что будет, если… Мы всё время в границах. В конце концов, наша жизнь в границах. Так вот эта медитация позволяет нам вырваться за привычный мир, мир Сатурна. Мы же все живём в мире Сатурна. Знаете, да? Сатурн — он и есть сатана. Сатана — князь и злой мира. Это мир границ. А вот медитация на гуру позволяет вырваться на какое-то время из этого, и в этот момент вы расслабляетесь. Вы восстанавливаетесь, ваша система, ваш ум не мешает вашему организму выздоравливать, восстанавливаться, чувствовать счастье. Потому что счастье — это вообще естественное состояние человека. Счастье — это не что-то недостижимое. Если человек здоров, и у него здоровый ум, он счастлив. Если вы несчастны, можете сразу сказать… Нет, не то, что несчастны, не счастливы, вот, не счастливы. Значит, там ум болеет. Ум болеет границами, неправильными границами. Так что вот моя задача вам дать вот эти две медитации и всего два принципа мышления. Это принцип Сурии и принцип комментария. Принцип Сурии на уровне мышления звучит просто. Во всем ищите главное. Вот если вы хотите что-то понять, не надо разбираться с деталями. Поймите главное. А чтобы понять главное, надо уметь выделять системы. Вот у нас сейчас вот это пространство — это тоже некая система. Вообще система — это абстракция. Вот что мы назовём системой, то и систему. Вот сейчас я называю системой вот это пространство. Что здесь главное? Ну вот, может быть, для вас я главное. Потому что тут важен критерий. С точки зрения обучения или знания сейчас я главное. А вот, допустим, для Одиссея сейчас главное не я. Ну, допустим. А уровень звука. Потому что у него другие задачи. А если вы пришли сюда поспать, то для вас явно будет главное что-то другое. Ну, например, мягкость вашего кресла. А если поесть? Ну, здесь нет чего поесть. Ну, тогда ничего главного тут и нет. Понимаете? Мыслить — это значит, во-первых, понять, чего вы хотите от этого. И вот с точки зрения, чего вы хотите от этого, что для вас самое важное сейчас, вы выберете главное. А вся путаница происходит потому, что люди всё время мешают системе и сравнивают, кто лучше, штангист или пловец. То есть они вообще в разных весовых категориях, в разных видах. Как их сравнивать-то? Поэтому это очень просто. Вообще всё, что я говорю, всё, что говорит Антра Джорджиш, это предельно просто. Прежде чем о чём-то судить, спросить себе, что я хочу. И когда вы ответите на вопрос, чего я от этого хочу, вы быстро ответите на вопрос, а что здесь главное? И вам уже не нужно кучу каких-то сложных систем выделять. Если это главное вам подходит, то окей, занимаетесь. Не подходит — до свидания. И вы не тратите бездну своей жизни на пустяки. Это принцип сори. Здесь нет часов. Часы — мой любимый экспонат, когда я объясняю, что такое принцип комментариев. Вот представим не электронные часы, а человеческие часы со стрелочками. Ну, я думаю, и так представили. Ну, вот Володя дал свои часики. Помните, как Маха Мандалешер говорил, «Просветление — это просто. Это когда моего ничего нет. Хочешь, я дам тебе свою ручку?» Да, спасибо. Ну, в общем, смотрите. Минутная стрелка уже включена в часовую. Согласны? А секундная уже включена в минутную. Значит, и минутная, и секундная включены в часовую. Вот это и есть принцип комментариев. На самом деле уже всё есть целостное. Всё остальное — только комментарии к этой целостности. И вы не говорите, «Какая секунда?» Скажи мне, дорогой. Мне надо спрашивать, «Который час?» Потому что вас интересует главное. Не так ли? И я говорю, «Рука!» Вот у меня есть рука. Я не хочу, чтобы вы просветлились так быстро. У меня есть рука. Но вот моя рука подчинена принципу комментариев. Что главное в моей руке? Вот с точки зрения анатомии. Вот по-простому, с точки зрения анатомии. Кисть. А скажите, пожалуйста, если кисть, и вот, допустим, «Упаси Бог!» вас спросили, что вы хотите, вы выберете потерять плечо, вот вам отрубят плечо, или палец, или кисть? Ну, не дай Бог так, да? Я к тому, что всегда есть что-то главное, что-то важнее. Потому что, если убрать моё плечо, там уже ни предплечья, ни кисти, ни пальцев, ничего не будет. Абсолютно. Но я говорю «рука». А она состоит из комментариев. Мои пальцы комментируют мою ладонь. Моя ладонь комментирует моё предплечье. Моё предплечье комментирует моё плечо. Одно вложено в другое, как матрёшка в матрёшке. И так, на самом деле, весь мир устроен. А нас привыкли думать, привыкли, нас научили думать так, что всё состоит из частей. Но вот если меня расчленить на части, положить отдельно ноги, руки, голову и туловище, это не будет Денис, хотя по весу это будет то же самое и все части вместе. Я не аддитивен. Аддитивность — это сложение. Меня нельзя сложить или разложить и при этом не потерять. Это закон систем. Система, она работает тогда, когда всё вместе, всё целостно. Поэтому, вот если вы научитесь видеть в этом мире главное и видеть комментарий главного, вы станете гениями в любом деле, которым занимаются. Больше ничего не нужно. Вот, допустим, вы пригласили человека в гости. Ваш дом вас комментирует? Да, он ваш комментарий. А что вас не комментирует? Только то, что к вам не имеет отношения. Поэтому, по сути, можно всегда обо всём судить через комментарий. Да, с какими-то поправками. Да, вероятно, да, возможно. На этом все принципы проективной психологии построены. Человек рисует что-то, а потом по рисунку говорят, ой, у вас в детстве была травма. Это комментирует. Я правду говорю, да. Это всё комментарии. Это принципы, они комментируют что-то более важное, что-то главное. Давайте, задайте мне какие-нибудь вопросы, чтобы я вам лучше рассказал про эти два принципа. Да, пожалуйста. Мы ищем, что, что комментируют, что главное, и что, зачем идёт по значимости. Да, чем отличается один принцип? Смотрите, вот есть дерево, и соль дерева — это ствол. Но нам достаточно ствола? Для каких-то целей, может быть, да, для каких-то нет. Нам ещё нужны веточки, нам ещё нужны листочки. И вот, чтобы в целостности увидеть объект, нам нужно видеть и главное, и комментарий, и порядок этих комментариев. Так и тогда у нас будет полноценное представление о мире или о том, что мы изучаем. Вот одна из Ваших медитаций предлагается на то, чтобы мы нашли в состоянии гуру, то есть ветера и разных границ. Да. Но насколько это безопасно всё время находиться в состоянии гуру? А Вы не сможете всё время. Вот как только у Вас в голове образ возникает, у образа уже есть границы, Вы уже из этого состояния выпадаете. Знаете, вот эти медитирующие, которые там встречаются с Девой Марией или ещё с кем-то, это всё сны называются, а не медитация. В настоящих медитациях образов нет. Потому что медитация — это гуру, и там нет никаких картинок. Хорошо, тогда вот ещё такой вопрос. Когда читаешь, как некоторые принимают энергию, погружаются и видят то Деву Марию, то ещё каких-то чудесных ангелов, то они в каком-то... Они во сне находятся. Но сны — это тоже прекрасно. Вот я занимаюсь осознанными сновидениями, у меня целые курсы по работе со сновидениями. И в снах можно много чего получить и много понять, и даже медитировать в снах можно, и практиковать можно. Это просто другой вид работы. Разговаривала после Вами, разговаривала, и снова вопрос. Значит, осознанность сновидения, когда, где грань того, ну, знаю там про резиночки, методы и всё остальное, когда ты желаешь, ну, то есть ты видишь то, что ты хочешь, что ты хочешь, или когда вот то, ну, которое... Когда в тебя входит. Само возникает. Само возникает. Да? Ну да. Вот смотрите, человек, он ведь не отделён от мира, он так вот пунктирчиком, кружочек можно нарисовать, он проницаем. Мы не закрытые системы. И вот внутри нас есть какие-то мотивы, какие-то желания, стимулы. И внешний мир реагирует на это, и в снах к нам приходит. Поэтому мы всегда являемся первопричиной того, что к нам пришло. Мы сами призываем те силы, которые к нам в снах приходят, всегда. Но они приходят, знаете, как неожиданно. Ты так робко подумал, а они толпой навалились. И мы, может быть, испугали тебя. Скорее всего. Да? Как отличить эго и то, то, что пришло? Да. Или это всё равно будет? А эго — это осознанная часть. Вот всё, что вы не осознаёте, это не ваше эго. И вот всё, что для вас оказалось шокирующим, странным, удивительным, не своим, о чём вы не подозревали, оно стоит на границе. Если вы это примете, оно станет частью вашего эго. Не примите, вытесните, оно опять будет не ваше. А Йонг называл коллективное бессознательное. Как отличить? Что вы принимаете, что станет частью вас, вашего сознания, это уже часть вашего эго. Что вы не приняли, но оно им не стало. Это и есть расширение «я», когда ты принимаешь, 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 понимаешь, постигаешь мир, становится всё больше в тебе представленным. То есть твоё состояние шансы увеличивается? Да, увеличивается. Твоё сознание расширяется. И эго тоже. Так, подождите, мы куда-то не туда уплыли. Главный комментарий. Да, я попросил задать вопросы. Может быть, нужно пояснить, что такое комментарий, принцип комментария. Что такое главное, я так думаю, все поняли. Ну, хорошо. А третьему принципу комментарий используется. Главное, чтобы выбрать главу. Ой, ссория, чтобы... Нашли не ссория, чтобы выбрать главу. А комментарий? Ну, вот, допустим, веды. Четыре веды. Веда состоит всего из четырёх книг. А всё остальное к ним – комментарии. Потому что непонятно. Если вы хотите лучше понять, чтобы вам объяснили, вам начинают это комментировать. Потом даётся комментарий к комментариям. А потом так. Это общий принцип. Мы всё так делаем. И вот, допустим, вы мне задаёте вопрос. Я отвечаю – это так. А потом начинаю пояснять, как это. И это уже комментарий. И я это всё раскрываю. А если я пойду от обратного, то есть телега будет впереди, лошади, то я вместо того, чтобы сказать – это так, начну вам рассказывать, что вообще изначально были Адам и Ева. И я пойду от какого-то очень далёкого комментария. Вы меня не сможете слушать. Поэтому, чтобы вы меня услышали, я должен сказать главное. Потом ближайший комментарий этого. Главное – это систематизация мышления. Есть? Годится? Хорошо. Всегда надо начинать с главного. И даже день свой лучше так строить. Вы вначале поймите, что сегодня вы должны сделать как главное. А потом, что нужно сделать для этого главного, чтобы это главное было сделано. И это уже будет комментарий к этому главному. А потом у вас возникнут вопросы. А что надо сделать, чтобы сделать вот то главное, и чтобы сделать то главное? Это будет комментарий к комментарии. Вот бизнес-план, если кто-то пишет, они пишут миссию, но обычно это формально. Потом цель. Вот это уже более-менее серьёзно. Цель, а потом к цели идут комментарии в виде задачи. А потом подзадачи. Если вы так не построите свою деятельность, вы никогда не достигнете цели. Поэтому вы ставите главное. К этому главному находите не больше пяти комментарий, о том, что больше пяти человеческая психика уже не воспринимает. Видите, у нас пять пальцев, пять конечностей, две руки, две ноги и голова. Пять органов чувства. Человеческое — это пять. Больше пяти мозг выключается. И потом каждая из этих веточек... В общем, модель-то одна и та же. Модель Солнечной системы. Есть Солнце, вокруг неё вращаются орбиты, по орбитам планеты, вокруг планет их спутники, луны, у кого их сколько. Это всё тот же принцип комментариев. Так же устроено и наше тело, так же устроена клетка. Увидьте вот эту божественную гармонию во всём. Всё по одному закону построено. Если вы это увидите, вы освободитесь от кучи лишних вещей, на которые уходит жизнь. Это очень просто. Вот на уровне семьи, если это система... Вот ко мне пришла недавно клиентка, я спрашиваю, у вас с мужем бюджет общий? Говорит, разный. Я говорю, так у вас в семье нет. Опа, уже зацепило за живое. Потому что это не система. Потому что если у неё своё горючее, деньги это горючие, у него своё горючее, они к разным целям идут. Это два главных в одной системе. Извините, эта система находится в стадии деления. Если в клетке два ядра, то идёт деление клетки. Это вот вам конкретное приложение принципа Сури и принципа комментария. Если мы говорим, да здравствует демократия, ребята, подождите, как это? В мире нет ничего равного. Потому что всегда есть что-то главное. В любой системе есть самый сильный, самый умный, самый главный. В любой задаче есть что-то самое важное. А если мы это решаем голосованием, то это всегда неправильно. Если вы хотите знать, как не надо поступать, поставьте вопрос на голосование, посмотрите, что наберёт больше всего голосов и не делайте так. Это тоже ценно. Поэтому руководитель должен быть только один. Не может быть двух директоров. Поставьте на фирму двух директоров с равными полномочиями. Что будет? Фирма разорится. Или просто разделиться на две части. Это универсальный принцип. У вас нет двух позвоночников, у нас нет двух солнц. Всегда есть кто-то главный. А уже на уровне семьи невозможно сказать, а что это у нас там, кто-то у нас в семье главный, мы все равны. Да неправда это. Начните с этих простых вещей. Вот вам принцип. Сури. Ещё есть вопросы? Так спрашивайте. Просто если я сейчас медитацию дам вам, вы потом вопросы не сможете задавать. Поэтому я ей под конец дам последние минут 20. Вопрос матери, совершенно нет ни сына. Кто главный? Важнее отец. Если отца нет, то кто представляет отца в семье? Мать. Стоп, я не знаю ситуацию. Кто зарабатывает по-простому? Кто вносит энергию в семейную систему? Если взрослый сын, он приносит главные деньги в дом, то он глава семьи. Если мама, а ребёнок там ещё студент, то мама, она представляет отца. Вообще имейте в виду, что есть главные роли. А кто их исполняет, это уже вторично. А мама-то столько. Мне кажется, главный, кто распоряжается этим домом, не всегда это тот, кто больше зарабатывает. Мне сейчас задали вопрос конкретно здесь. Вообще должно быть так, что кто вносит главное в семью, тот и главный. А что в семье главное? Главное тот, кто в дух в семью вносит. Ну потому что есть пять уровней ценностей. Земля, вода, огонь, воздух, эфир. И вот эфирная ценность — это дух. Я просто не хотел немножко в глупую ходить, по-простому решил ответить, а вы мне не дали. Так вот в семье главный тот, кто держит дух в семье. И это может быть старик или бабушка. Бывает так вот, умрёт человек, и вся семья рассыпалась, и все братья разъехались, и семьи больше нет, потому что она была главной. Так что, конечно, не тот, кто деньги приносит, а тот дух держит. Можно ещё раз сказать, что там земля? Земля — это тело, то есть это материальные ценности. Это нижний уровень пирамиды. Это быт. Это то, что можно пощупать. Вот моё тело, которое можно пощупать, это земля. Потом второй уровень — вода. Это чувства, эмоции. Их не пощупаешь, но они тоже есть. В семье, если мы говорим о семейной системе, это эмоциональный фон семьи, или, как говорят, атмосфера. Ну вот, пришёл муж домой, а там приятно, вкусно, хорошо пахнет. Это атмосфера, это всё вода. И вообще главное за воду всегда женщина. Женщина и есть вода. Третий уровень — это огонь. Огонь — это в человеке его Личность. В семейной системе это принципы, по которым живёт семья, и их представлять должен мужчина. Мужчина должен вносить в семью принципы. Поэтому принципы важнее, чем атмосфера. Атмосфера важнее, чем быт. А у нас же, наоборот, самое главное — быт, а там как получится. А более высокий уровень, четвёртый, воздушный, это уровень знания или мировоззрения. Потому что принципы проистекают из мировоззрения, а не наоборот. То есть в доме тогда более важен, чем глава семьи, скажем, тот, кто даёт мировоззрение семье. И обычно это старший человек. Вот кто-нибудь из вас смотрел «Крёстный отец Копполы»? Вот чем мне нравится этот фильм, по нему можно изучать законы систем. Там семейная система рассматривается. И когда старший Корлеоне, Вита Корлеоне, ушёл на покой и отдал своё место Майклу, он всё равно был важнее, чем Майкл. потому что он его учил. В ведической системе земля — это, если мы рассматриваем систему общества, земля — это шудры, люди физического труда, вода — это вайши, то есть люди, которые занимаются красотой, комфортом, ремеслом. Кшатри — это огонь, люди-войны, правители, цари. Но над ними стоит воздух, браманы. А в этом фильме, в данном случае, это Вита Корлеоне, который был его как канцельерием, он его учил. Учитель всегда выше, чем царь. Потому что царя-то кто-то должен воспитывать. И кто обычно в семье главный учитель, носитель мировоззрения? Телевизор. Но вообще в традиционной семье, которая построена по законам божественным, как правило, это старшие, как правило, это пожилая мать, у которой уже взрослые сыновья. Эти сыновья огненные, они приносят деньги, они добиваются успеха, их имя гремит. За ними всеми стоит старший. Обычно это старшая мать. А почему не отец? Потому что отец должен выполнять ещё более высокую функцию. Это уже уровень эфира. Он должен держать Дух. И вот они создают, допустим, семью. И тут уже видно, что женщина сильнее. Мужчина, он такой, не работает, не хочет. И вот она пришла на семинар, изучила, приходит домой. Она же не может его изменить. Может ли поменяться семья, что, о, да, если нужен Дух, его должен ваш учитель. Вот для этого я веду школу семейных отношений. Она построена по тантрическим принципам. Я даю медитативные, дыхательные. Но возможно, если он уже... Ну, если невозможно, так и невозможно о чём-то доречь. Нет, я спрашиваю, допустим, даже я говорю, ну, не важно, про своих мам и пап. Ну, допустим, да, они же тоже не хонят эти знания. Ну, им уже там какие-то... Возможно ли знания, они прочитали книжку, допустим. Нет, нет. Нет, тантра, она же говорит, это не информация, это проживание. Ты пока это не проживёшь, это просто, ну, очередной листик с буквами. Все это нужно воспитывать. Да, это надо воспитывать, и воспитывать никогда не поздно себя, но иногда поздно других. Ты можешь воспитывать только тех, за кого ты отнесёшь ответственность. Это очень важно понимать. Поэтому лучше, чтобы не пришла жена, а чтобы пришла и жена, и муж, и тогда вместе с ними можно работать. Тогда это будет гораздо эффективнее. Когда ты им даёшь элементарные базовые принципы взаимоотношений. И далеко не всегда и это срабатывает. Потому что в современном мире семей практически не осталось. Этот институт разрушен. И это политика всех современных государств разрушения семьи. «Духом» — это категория для человека, она как заданная, и вот говорят, человек слабый духом. Или можно это раскрывать? Вот дух изначально — это сурью. И он, вот как при дифракции, расщепляется на свои составляющие, на силы. Девять новограх. Ну вот как свет даёт, преломление. И каждый человек находится под влиянием, как правило, всех этих девяти форм сил. Но какая-то будет его ведущая. И об этом можно сказать. Он в таком-то духе. А этот в таком-то духе. Этот музыкант, а этот инженер. Они в разных духах. Есть люди с очень мощной энергией. Они прям горят, да? Вот много делают, рулят и ведут. А есть нет? Это врождённое? Или это развивается? И так, и так. Есть люди по рождению очень… Знаете, мы представляем из себя систему каналов невидимых, через которые идёт энергия. Девять основных видов энергии. Их сплетения, и рождает человек, и сплетения грах. Этим астрология занимается. Когда вы смотрите гороскоп, вы смотрите вот эти все силы, вот как они расположены, в каких домах, в каких сочетаниях, в каких йогах, да? И бывает так, что есть ещё такое понятие шатбала, то есть сила планеты. Сила планеты говорит, сколько через тебя потока идёт. Есть люди по рождению с низким энергетическим фоном, с высоким, но любой, даже мощный поток можно загромоздить ложными установками, как любую реку можно перегородить. Поэтому вы не можете сказать, вот он вялый, наверное, по рождению. Нет, надо разбираться. Так. А вы в этом разбираетесь? Можете разобраться? Могу. Могу. Получается, если разобрать завалы, можно реанимировать нешедшим образом дух? Я скажу так, что вот эти разобрать завалы — это есть карма. Карма, которую ты получил из прошлой жизни и наработал в этой жизни. И карму можно отживать. Её нельзя продать, купить, её можно только отжить. и отжить можно по-разному. Можно ценой своих жизней, можно через интенсивное проживание, допустим, в психотерапии. Но это всё равно отживание. Вот это и есть разборка завалов. По сути, это снятие ложных установок. Но чтобы просто снять ложную установку, надо до этого дорасти. И, собственно, все духовные практики этим занимаются, помогают человеку соединиться с изначальным духом. Сури. Все. Проблема лишь только в том, что мы эту силу одеваем в разные образы и дерёмся за эти одёжки. Это всё равно, что вот папа пришёл домой сегодня в дублёнке. Ага, папа — это тот, кто ходит в дублёнке. А завтра он пришёл в пальто, мы его уже не узнали. И поэтому они говорят, нет, Бога зовут так, нет, Бога зовут так. Это просто разное пальто. Зачем я про это начал говорить? Ну, потому что Бог един. Да, Бог един, а одёжки разные. И это хорошо, потому что во время разной бывает погоды, разный сезон бывает, и у разных людей разные вкусы. А он должен нравиться всем, он должен быть всепривлекающим. Я просто так и не услышал ответа на этот вопрос. то есть если разобрать от жизни эти завалы, то можно ли усилить? Нет, уже в процессе отработки он усиливается. Когда вы сбрасываете лишнее, вы становитесь ближе, и поток усиливается. Конечно, в этом и смысл жизни. что вы считаете нужно давать детей? Знаете, Толстой сказал как-то, что педагогика наука пустая и лукавая. Я человеку пример, да? Да, потому что она говорит о том, как воспитать хороших детей, будучи негодяями. Единственный способ реально воспитать детей хорошими — это самим быть достойными. Вы никогда не сможете дать ребёнку то, чего у вас нет. Хорошо, а школы? Создают же школы. Я имею в виду, и в этих школах можно преподавать вот то, что вы говорите? В каких школах можно создавать то, что я говорю? Преподавать? Ну, кто? Кто мне разрешит в какой-нибудь школе это сказать? Я говорю про нашу школу, но есть же школы в Тибете, те же, где двух воспитываются. Да, обычно эти школы при монастырях. Да. А светская школа, государственная школа, да никогда такого не будет. Ну, всё равно, вот, допустим, я знаю, что есть такие школы. У меня родился мальчик, я мама, я воспитываю в этом обществе, где нет такого. Да. То есть, чем? Я же не могу ему дать, что мне нужно? Ехать тогда, когда уезжать. Ну, вот у меня же тоже есть ребёнок. Да, и он не живёт в Тибете. Ну, я просто ему объясняю этот мир. И я его учу жить в этом мире, поскольку я не могу купить ему отдельный остров райский, где он будет жить в идеальных условиях. Я его готовлю к жизни здесь. Вот, в седьмом классе он сказал, я не хочу ходить в школу. Я говорю, ну, хорошо, давай, но ты знаешь, что по закону я обязан, иначе это уголовное дело, чтобы ты получил образование школьное. Он сказал, да, я не знал. что будем делать? И он перешёл на индивидуальное обучение. Он год поучился, за это время вытянул свою учёбу просто на одни пятёрки, потом десятки, извините. Потом он этим ресурсом пользовался все оставшиеся годы в школе. Но в конце седьмого класса он сказал, мне очень одиноко, я хочу в школу. Я говорю, хорошо, иди в школу. Но он получил опыт того, что на самом деле школа не даёт знаний. Потому что пока он учился на индивидуальном, он за три часа делал всё и был в свободе. Он ходил на рисование, он ходил на дзюдо. Когда он пошёл в школу, он там семь часов отбывает, потом приходит ещё пять часов делает уроки, а знает в три раза меньше. То есть с точки зрения эффективности школы ни о чём. Он мне всегда говорит, мне школа мешает учиться. Но с точки зрения социализации это нужно. И он ходит, никто в школу не ходит учиться, господа, ни один человек. Если вы хотите, чтобы ребёнок что-то знал, вы же репетитора ему нанимаете. Ну или параллельно. В школу идут социализироваться. А чему учить школу на самом деле? Списывать, прогуливать, точно, да, выживать, выживать. И выживать, гибкость мышления. Выживать за счёт гибкости мышления. Сорвать границы. В общем, учат всему тому, что реально в жизни потом пригодится. Какие причины вы для школы ну что-то какого-то я знаю, что это должно быть ну серьёзное заболевание. Не, неправда. Это вам лгут директора. Я пришёл, мне точно так же сказал директор. А я сказал, подождите, давайте откроем законодательство. Я хочу спросить. И там не прописано это. Потому что законодательство несовершенно. Чем пользуетесь? И по желанию родителя, просто по желанию родителя вы имеете право перевести ребёнка. Но это смотря какой вам попадётся директор. Да. И смотря какая попадётесь вы. Но если у вас без наобаяния, то может быть вы пробьёте и страшного директора. Это лишается личностно. У моего племянника трое детей трое детей по домашнему учению. Нужно. Денис, можно к этому ремангу вопросу. Есть понимание национальное обучение это заболевание, а есть понимание индивидуальное обучение? Я говорил об индивидуальном. Что значит индивидуальное? Это значит, он самостоятельно учится, приходит туда и сдаёт как экзамен предмет. И это на самом деле не так просто. Да, пожалуйста. Вопрос. Я хочу вернуться к семье, к институту современной семьи часто. А отец, вообще родители теряют авторитет в глазах ребёнка. Бегёнок не считает. авторитет. И это происходит ну, предлительность семи до уже там. Как в школу попадает ребёнок? Да, так вот вопрос, что, как родителям в данной ситуации пример подавать, чтобы вернуть авторитет? Я сейчас вам дам золотую схему, и вы все можете воспользоваться. Надо вообще понять, а что такое авторитет? Но если мы хотим разобраться с авторитетом, по принципу... Пример воспитывается... Да, сейчас я расскажу. По принципу Сурии надо понять главное. Тема авторитет, значит, главное понять, что такое авторитет. Авторитет — это когда ты можешь дать человеку то, что ему сейчас нужно, то, что для него сейчас актуально. вы, например, можете прекрасно разбираться в астрофизике, а ему 6 лет. Ему это ни о чём, вы для него в этом случае не авторитет. Но ему в 6 лет очень хочется научиться хорошо играть там на какой-нибудь стрелялке, игрушке. И вы ему этому учите. И для него это классно, и вы для него тогда авторитет. А в 7 лет он играет в футбол, и он хочет научиться подрезать мяч в девятку с углового. И вы его этому учите, и вы для него авторитет. То есть вовремя давать то, что ребёнку нужно в данный момент. И не только ребёнку, любому взрослому человеку. Это принцип авторитета. То есть, чтобы вы сохранили авторитет по отношению к ребёнке, надо чувствовать, а что им вообще сейчас надо и быть способным это дать. А когда ты уже не можешь это дать, ты говоришь, слушай, я тебе сейчас приведу специалиста, мой друг это умеет. Или вот этот учитель, или этот репетитор, но ты платишь за это, и ты сохраняешь свой авторитет. Поэтому это главное. чувствовать, какая сейчас проблема у ребёнка. Сколько вашему ребёнку? В 19 лет. Что для него сейчас самое главное в 19 лет? Девочки. Привезти хорошую девочку. Девочки, допустим, да? Если 19, наверное, он уже поступил, да? Нет, это у меня девочка. Девочка. Поступила уже? Да. Значит, сейчас самый главный вопрос, это вообще, вот так оно устроено, ей реализоваться как возлюбленной. и ей больше всего должны интересовать сейчас сексуальные отношения. Вы должны быть в этом авторитетом, вы ей должны что-то важное здесь сказать, объяснить и показать. И не обязательно напрямую. Вы можете сказать это супруге, а супруга скажет, папа считает вот так. Потому что есть какие-то темы, которые, ну, некорректно обсуждать с девочкой. Через маму. Ребёнок принадлежит отцу. Женщина правильно воспитывает ребёнка для своего мужа. Если это не так, тогда она его не отпустит, этого ребёнка, и сожрёт. Ну, как бы обратно в утробу и там переварит. Так что, если нет установки, что ты родила ребёнка для мужа, и девочка, и мальчик. Все. Потом как, вот в традиционной культуре, девочку к алтарю не мама подводит, папа, значит, надо передать папе, что папа передал мужу. Вот так. Поэтому дайте то, что ей сейчас очень важно и нужно. Честно вам скажу, самое главное в этом возрасте для девочек это понимание, что она как женщина привлекательна. Ей нужно зеркало, отражение, потому что сколько бы женщины не говорили, какая ты классная, это для женщины ни о чём. Ей нужно, чтобы мужчина сказал, ты классная. Вот дайте ей это отражение. А как, это уже вопрос культуры. Мы отверглись немножко, там земля, вода, огонь. И пятая эфир, пятая это эфир, да, это эфир, это уровень духа. Да, это уровень духа, и это вообще большая проблема, потому что, чтобы в семье был уровень духа, то там должен быть отец, глава семьи, такой, знаете, старик, который держит род, потому что он представитель рода. Семья.